Вам зло, если вы боитесь любителями доброго, но если и страдаете за правду, то вы блаженны. От страха их не бойтесь и не смущайтесь. Первая апостольская церковь в первого же дня была гонимая. Об этом говорят деяния апостолов. И у многих возникало смущение. Вчера жил хорошо, все у меня было нормально, родные были за меня, близкие, в семье порядок. Муж меня любил, уверовал, все по-другому. Из дома выгоняет, считает сумасшедшим, ненормальным, с работы выгнали. А это недавно еще было, в той стране, где мы живем, в России. И вот Петр уговаривает, не смущайтесь. Он доказывает, что это совершенно нормальное состояние. Вот ненормально, когда не гонят. Вот наоборот, надо смотреть. И кто сделает вам зло? И он за того специальную проповедь говорит о том, что зло будут делать, а сделать не смогут. А как это? И он разные варианты берет. Ты пришел в храм, а тебя обокрали, вырезали карман в храме. И человек сразу, вот они, собрались, светоши, да кто тут ходит, да чтоб я ногу туда положил. А это сатана, говорит, делает. И задача сатаны только в одном, чтобы сбить тебя с пути правильного, чтобы вложить хулу в уста, чтобы ты не благодарил Бога. Он более всего не любит, когда мы благодарим Бога за его промысл о нас. А ты скажешь, Господи, пусть, что украли здесь, по моей небрежности или по испытанию от Господа, пусть будет как милостыня. И сатана зубами за скреблежащий так скотчет. А если ты заробтал, сатана добился своего, он на следующий еще три жуликова за тебя поставит, чтобы обрезать. Ты только научись славить, благодарить Бога. И сатана получит противоположное тому, что искал. Кто сделает вам зло, если будете ревнителями доброго? А о зле написано очень много. Это у нас написано зло, лукавое. А вот в других языках зло и лукавое это одно и то же слово. Эл и дьявол одно и то же слово. Обозначается злодей. Это все дьявол. Вот слово зло в русском переводе в Библии встречается 351 раз. Значит, внимание дано очень большое этому явлению. Да плюс тому злодейство еще 76 раз. Получается, что больше, чем по одному разу на каждый день Библия упоминает о зле. Как его надо бояться? Его надо различать. Многие люди живут всю жизнь в одле и даже не знают, а что я плохого сделал. Прямо живет в одле. Говорят, ну вот это же неправильно. Ну и что? Живут невенщины. Ну правильно. Ну и любой из нас скажет неправильно. Да у меня дети какие. Какие у тебя дети? Ну вот они закончили, они там вундеркинды. Пусть это так. Но они Бога не знают, где они будут после смерти. Ты даже не этого не... Ты посмотри дальше, что жизнь это в мгновение одно. Ты не знаешь, что будет завтра. А если ты с Богом, у тебя все стоит на месте. Мне знать не надо. Господь меня поведет. Книга при мудрости Соломона 5.24. Злодеяние не испровергает престолы сильных. И сразу вспоминаешь Николая Второго. Одни злодеи вокруг были. И сказал, вокруг измена, трусость и обман. И те, которые ему так подстроили, все сами пострадают от измена, от трусости и обмана. Почему? Что сей человек, то и жнет. Сам себе ты это делаешь. Не кто-то. Серахов 12.33. Остерегайся злодея, ибо он строит зло, чтобы он не положил на тебя пятна на веки. А как его остерегать? Не входи с ним в общение. Не соглашайся. Ты видишь, что он злодей, не трать с ним время. Пройди мимо. И не приветствуй злодея, если он злодей. Ибо приветствующий злодей участвует в злых делах его. Серахов 23.35. Поношение, обнаружение тайны, коварное злодейство могут отогнать всякого друга. И сразу берем себе. Зло-то верно, плохо. А не являюсь ли я каким-то источником зла? От меня только добро идет или зло? А не так, что я умру, а там уж ангел будет решить на весах на одно добро, зло, ну как рисует на картинках. А может быть и совсем не так. А одно зло окажется. И спасет только жертва Иисуса Христа. Христова, жертва, кровь его, вера в него. А какие дела у разбойника? Одно слово разбойник. Убийца, уголовник. Приговор приведен в исполнение. А ныне будешь в царстве небесном. А если всю жизнь делал добро, и перед смертью сделан злодейство, Господь говорит, ни одного доброго дела тебе не вспомянул. Поэтому надо жить очень настороженно, каждый день считать последним. Мне сегодня исполнилось 68 лет. Как вспомнил, это много лет. Боют многие лета. Какие многие? Два года осталось. Почему? Дней жизни человеческой 70 лет. То есть еще два года я отбуду, если по-хорошему здесь. И все. Я здесь командировку закончил и ухожу. Туда, куда Господь призывает. Все кончилось. А как посмотришь, да все не так. А сколько у меня было потерянного времени? Ужас один. Все зряшное было. Притча 6-8. Сердце кующее злые замыслы. Ноги быстро бегущие к злодеянию. Сразу по ногам. А куда я хожу? А что после того, как я приду? А если не приду? А когда приду, о чем я там разговариваю? Ноги бегущие к злодеянию. Не хотим злодеянию? Поставь преграду шагам своим. Куда пошел? А стоит ли идти? Стоит ли кому-то звонить? Стоит ли писать? О чем? Много очень у пожилых жалоб. Жалоб на детей, на снов, на детевьев, на внуков. Сетую еще написано. Сетую на твои грехи. Мы виноваты сами. Во всем. Абсолютно во всем. И при том на каждый день и на каждый час. Притча Соломона 16-30. Он показывает признаки человека, который не угоден Господу. Он прищуривает глаза, закусывает себе губы, совершает злодейство. Даже по внешности можно определить, что он говорит, перемигивается, дает знаки ногами, пальцами. Верующего можно отличить даже на большом расстоянии. Никогда он не замышляет ничего. Открытое лицо, никаких подмигиваний не может быть, искривлений. Как Господу угодно. Тут же все ясно, уже решили, вам выделили. Как Господу угодно. Да урожай уже на столе, уже все, кашу сварили. Как Господу угодно, как говорят. Забежали, пожар. И все, ничего нет. Самый последний момент может корабль опрокинуться, получить пробоину. Не знаю. Святые с великой настороженностью смотрели на путь шествующей души. Уже все около дверей райских. Ученик ликует, спасся. Не знаю. Наконец-то из эрзайских врат рука протянулась, взяла душу и двери закрылись. Слава тебе, Господи. А теперь я вижу, что она спасла. На последнем шаге перед Царством Небесным душа может споткнуться. Демоны могут представить такой список детства, что говорил. Я определенно знаю, люди, которые у нас уже жили из общины, которые сделали даже врагами. Они не раз такими и сделали. Это были шептания за углом, дома, сидения, на кухне. И почти основную роль у всех сыграли жены. Жены. Те люди, которые среди нас еще и есть, как-то теплятся, держатся. Это жены таких удерживают. Жены. Это определенно. Я исследовал и по житиям святых и везде видел. Очень и очень многое вы можете сделать. Все можешь смирением своим. Ибо, чтобы мужья, говорит, без слова были приобретаемы, видя ваше доброе житие во Христе. Они увидят кротоси смирение твое. Молитесь. Притча 17.4 Злодей внимает устам беззаконным и лжец слушает языка пагубного. К себе применяем. Значит, злодей внимает устам беззаконным. Кто начал говорить, что от осуждения сразу отойдет. Сегодня много, очень много разговоров идет о том, что невидимое, о благодати где-то. Мы ничего об этом не знаем, кроме написанного в Библии. Кроме. Святые отцы к этому вопросу подходили на стороженых. Принимали рукоположные хирикиками. Злом чинник устанавливали, что благодать остается. Сегодня начинают решать, есть благодать, нет благодати. Все это от праздного ума. Ум, который сконцентрировал на Боге и на страхе. Он всегда думает, а что на суде Божьем меня Господь просит. Самое главное. Господь спросит, о чем? Ты хочешь узнать? Открывай 25 главу Евангелия от Матвея. Иоанн Златоуст на каждый такой вопрос отвечал, куда тратить деньги. Накормили, напоили, посетили, навестили. Все, войдите в радость Господина. Осмотреть туда за десятки поколений, а кто из них за деньги поставлен, а может в нашем родословном порукоположении были какие-то иеретики, неправильно понимали о Троице, нам никогда этого надо следовать. И не надо этого совершенно делать. Об этом и Пеодор судит, и Максим Исповедник. Многие святые говорят. Конкретно сегодня я если вижу, что это беззаконник, потом я могу сказать. Пророк Михей, 3 глава, 4 стих. И будут взывать, и Господь не услышит их на время, когда они злодействуют. Значит, и молитва наша, доходит или не доходит до Бога, от нас зависит. Я вот не знаю, почему, откуда это вышло выражение, что с днем ангела. Не знаю. Я знаю, у меня был день рождения, в этот день, как мне рассказали, документы есть, родился. А ангел дается от рождения или от крещения? Не знаю, что от рождения, это я знаю, а от крещения указания нет. А если без крещения не дается, а как японцы живут, а как буддисты, сатана сразу бы убил, в утро бы еще убил. А ангел отвечает за каждую душу, и при том, это во многих житиях говорится. Я не утверждаю этого, но знаю, что Господь хранит весь мир, и солнце повелевает сходить на злыми, на добрыми. День ангела. Что означает? Ангела загрузили за меня отвечать? Да действительно, он великий лист Отца Небесного, как написано, восходит, дает отчет. Да с чем я порадовал ангела? А как этот день отмечать? Ну, в первую очередь, благодарность у Господа. Я еще не могу никак дадиться, чтобы вы поняли, что в этот день никогда ничего не давите. Я это узнал, давно уже узнал от Иоанна Златоуста. Он говорит, день рождения Ира, зачем закончился? А с течением головы пророка. Ты хочешь что-то сделать? Ну, если я обед нажил, сделай завтра. Сделай на день раньше. День рождения, это означает день благодарности Богу, не мне. А моя какая в этом заслуга, что я остался живой-то? Никакой. Я должник перед Богом. Я должник. Что я не выполнил назначенный им псалом. Псалмопевец Давид упоминает о злодействе более пятидесяти раз. Видит псалтырь. Почему? Потому что окружали его злодеи со всех сторон. И кто только против него не воевал. И жена его поносила. И тесть искал непрестанно убить. И идущий хлеб поднял на пету. А ты применяй к себе. Тебе приходилось это? Я знаю, что даже в нашей общине, ушедшие, многие недовольны были именно мной. Идущие мой хлеб. Я говорю, конкретно выскажите, что пока ни один ничего не выставал. Ни один. Я просил выразить в истинном виде, что было такое, что нам нельзя было находиться в одной церкви, куда-то пошел. Ну выскажи, напиши. Повторяю, ни один. Если вы найдете, которые ушли, то попросите их от моего имени. Я очень прошу, выскажите, в чем я послужил для вас то-то и то-то, что вы пошли искать лучшее, но лучше пока никто ничего не нашел. Самоперец Давид страданиями своими добился того, что появилось в фактических книгах в Салтыре. Это мы определенно можем сказать. Если убрать упоминание о зле, о страданиях, то от Салтыре практически ничего и не останется. Он только ищет защиты. Об этом он говорит о грехе, о зле. Начиная с первого. Блажен, кто не идет на совет ищет силы. Он все это говорил относительно себя. Он не шел на этот совет. Его не раз приглашали, конечно. Вторая Макайи, Серахов, 52-24. Я ревновал о добром и не постыжусь. Поговорим о добре. Если вы будете ревнителями доброго, кто вам сделает зло? Ты хочешь, чтобы зла не было? Непрерывно сделай добро. Гаси зло добром. Вот мы увидели, зло страшные последствия несет. Зло вступило в рай через дьявола. Зло увлекает в ад. А как же добро? Как ревновать? Вот он говорит. Ревновал о добром. И не постыжусь. Не просто привыкно делать, а выхватывая у другого и друг. Только объявили, а я первый. Вот всегда, везде захватывает первенство. Ты где-то не можешь участвовать. Вот у нас братья иногда, я говорил, ездят на машине. А ведь машина-то не только бензин. Это амортизация машины. Едут они, работают, подготавливают лагерь. Ну, можно сказать, лагерь не нужен, деревня не нужна, община не нужна. Да там же есть храм он строит, я пойду куда. Все нужно. И ты можешь участвовать в каждом деле. Вот он съездил сколько? Я спрашиваю шофера. Примерно во что отходится? Не меньше 500 рублей. Как-то из наших братьев съездит, две машины, тысячу надо. Нам даже не трудно набраться. И вы участвуйте в этом. Скажи, я пришла для того, чтобы быть участником всего доброго, что здесь совершается. 2 Макавейска, 15-12. Ревностно усваивай все, что касается добра. Какие слова? Усваивай. Ты увидел, кто сделает. А мог бы я это сделать? Пример к себе. А в следующий раз сделаю это я. О ком бы ты не услышал, старайся поревновать. Вы понимаете, у нас есть книги. Они медленно расходятся, но книги играют немалую роль. У нас была книга к истинному православию. Все кончилось. На столе ни одного из двух нет. Вывод какой? Значит, она пользуется просто. Малый тираж, тысячи, совершенно ничего не значит. Тем более про нее не знали, а сейчас прямо заказ идет. Значит, издать надо сейчас не меньше трех тысяч. А чтобы ее издать, к осени нужно набрать специальный какой-то создать фонд не меньше 280 тысяч. 280 тысяч. Где, как, что найти, жертвовать, просить. Мы ее переиздадим, только где ошибки еще раз проверим, найдем, оставляя все так же. Люди находят путь. Фактически там, где нас нет, а мы как бы там присутствуем. Все собрано. О крещении, о покаянии. Тебе, если на сердце положено это, начинай участвовать. Других на это дело побуждай. Ревностно участвуй. Мы должны иметь хлеб духовный. И посылай, говорит, то есть семи, и даже восьми. Даже кто есть, так еще сверх того. Да мало того, на себя берите. Скажи, я вот даю столько-то, беру на себя сто книг. Эти книги, я сама буду распоряжаться. Сколько дала, сразу же забрала, и все. Повторяю, когда меня арестовали, у меня все было во множестве. А пленка, Библия, 11 пленок. Каждая пленка 8 часов 20 минут. А у меня Библия 11. Зачем тебе столько? Я ничего не мог ответить. Жития 40 пленок. Иоанн Златоуст 64. И в нескольких экземплярах. Я убеждал всех, пожалуйста, имейте по нескольку экземпляров. У тебя будут духовные дети. Ну ты готовишь дочери приданную. Ну почему у вас ничего? А мне надо, я приду, тебя возьму. У меня что-то такое помещение такое. Да кто я такой? Вы себе создавайте фонд для будущего, что у вас родится, потомство. Нельзя же так, от меня никто не придет. Да он и не придет. Ты заранее готовь. Заранее строится дом духовный. Галатам 4.18. Хорошо ревновать о добром всегда, а не в моем только присутствии. Меня не боится через два года, допустим. Так вы всегда об этом ревнуете, о чем я вам говорил. Материал-то уже есть, его только тиражировать надо. Уже нашлись переводчики, перевели Евангелие и Библию. Мы старались насчитать, распространить. Люди сегодня спрашивают, как бы это размножить. Едут дороги, слушают пленки. Главное это Слово Божие. Сегодня насколько это удобно. Техника помогает. Человеку не ехал, а у меня есть дорога, и слушает записанную Библию. Я говорю, ты, значит, совершенно Библией не занимаешь. А так, пока я ехал до Новосибирска, 4 Евангелия полностью прослушал. А ты дома 3-4 Евангелия заняты, никогда не прочитаешь. Титул 2.14 Иисус дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Не просто для того Он умер, чтобы нас в рай взять. И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Ревностный. Прямо ревнует. Вот кто-то, ну как ревнует? Кто-то опередил, как маленький ребенок, начинает капризничать, ревнует, что меня возьми на колени. Так и здесь. Ты видишь доброе дело, а ты ревнуй, как бы стараясь скоростью оттолкнуть другого. Не оттолкнуть, но опередить его. Господь, если в особенно народ ревностный, не просто пришел, храм отсидел, и недели на меня нигде нет. Вот только услышал я, о чем я говорил. Ты, значит, начинай об этом трудиться. Ну посмотрите, что нам Господь позволил издать. К моему дню рождения Господь позволил в 19-й том, как раз сегодня на столе уже лежит. Какой подарок мне сделали? Да ты, значит, невиданная, и какие вопросы. Я вам сегодня прочитаю письмо. Случайно одна попавшая книга меняет многое в жизни человека. Титут 2.14. Салмопевец далее говорит о том, что он нас принял, Господь, чтобы мы страданиями ощущались. И вот мы читаем, а страдания в Библии написано 149 раз. Значит, это наш путь. Салом 106.17. Безрассудные страдали за беззаконные пути, за неправду. А за что я страдаю? Могу ли я Бога пострадать? За Бога ли? Господи, прости, что тебе приходится меня наказывать, и все зря. Сколько раз ты меня била, я так все свое и делаю. Вот надо еще как молиться-то. Благодарите, Господи, за страдания. Я, оборачиваясь назад на своей жизни, я говорю прямо как есть, что самые лучшие дни моей жизни были. Это дни заключения в тюрьме и на операционном столе в больнице лежал. Когда я теперь рассматриваю и вижу, что я освобожден был от всего, что меня томит, где-то я увлекаюсь чем-то, а здесь я полностью только углублялся в молитву. У меня молитва была такая, какой дома никогда больше нет. Я день и ночь плакал, молился, свидетельствовал. Эх, если бы в это время, когда Господь взял. Но Господу, значит, угодно было продлить, а зачем? Один Господь знает. Сирахов, 12.27. Минутное страдание производит забвение у тех. Одна минута страдания. Стоит тысячи дней, когда ты утешался чем-то. Все это забудется. Сразу приносишь покаяние. Сирахов, 32.21. Чтобы мы, страдая, прославляли Господа. 1 Петра, 20.21. Ибо мы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас и оставил нам пример. Ты стал верующим, а для чего ты призван? Ты сразу отвечаешь, страдать. К тому мы и призваны. Быть благовестниками за благовестие нас никто не похвалит. Даже церкви иногда не хвалят. 1 Петра, 5.10. Ибо по кратковременном страдании да усовершит вас, да соделает вас непоколебивыми, следуя за Христом. Римлянам, 8.17. Если только с ним страдаем, то с ним и прославимся. А без страдания горе. Я слышал, как молитва одной женщины была. Господи, я не страдала в этом. У нее детей не было. Я не мучилась муками рождения. Прости меня. А сама глубоко верующая душа. И она все приводила на память. Женщина страдает, рождает детей, спасется чадородием. Конечно, если ребенка ты приведешь к Богу. 2 Коринфянам, 1.5. По мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается и утешение. А страдания нет, и ты не замечаешь, будто все так и идет. Самое маленькое слово о сострадании, утешении, как оно близко было. Я никогда не забуду, как настоятель, отец Николай, с Покровского собора, а до этого отец Стефан, в разное время приезжали меня причастить в фермер. Я этого никогда не забуду. Несмотря на то, что мы совсем не вместе с ними. Но тогда, это даже нельзя было высказать, как это было дорого. Как только я причастился, такое было впечатление, готов умереть хоть сегодня. Вот еще более дух возгорелся, радость такая, прям готов, зайди был на шапот. 2 Коринфянам, 4.17. Второвременно легкое страдание производит вечную славу. Да как можно от страдания-то отходить? Я болею, да слава Господу. Повторяю, болеет человек, которым трудится для Господа. Филиппицам, 1.27. Нам дано не только веровать за Него, но и страдать за Него. Не только веровать в Него. Дано! Этим надо воспользоваться. 2 Тимопия 1.8. Страдай с благовестием Христовым. А как ты будешь страдать за благовестие, если ты не проповедуешь? Вы все время просите у Бога милости открыть двери. Кому еще засвидетельствовать? День кончился, ты никому не сказала о Христе. Скажи, напрасно прожила день. Напрасно прожил день. Так говорил Иоанн Милостив, патриарх, если никто у него не отобедал в этот день. Я напрасно прожил день, говорил римский император Тит, если я ничему не научился новому. А у нас все это собрано вместе. Если я не страдал сегодня ни в чем. Если никому не сказал напрасно прожитый день. Об этом плакать надо бы. И 2 Тимофея 2.3. Переноси страдания, как добрый воин. А как? С благодарностью. Аминь.